на канале «Свободное облако». Я расскажу вам о Древней Японии. Китайская цивилизация, как самая древняя и развитая в Юго-Восточной Азии, еще в самом начале нашей эры подмяла потя всех соседей по региону. Куда более молодое японское государство принимало в Китае все его достижения. Так, японские иероглифы канди на самом деле китайского происхождения. Ими начали пользоваться на островах в конце V века. Поэтому в Японии существует два способа чтения канди. Само это слово переводится как «буква династии Хань». Китайский «уньоми» и японский «куньоми». В 701 году в Японии был установлен кодекс «Тайхо», устанавливающий административную систему и слот законов по китайскому образцу. Через 9 лет столица переехала в город Нара, который строился под сильным влиянием китайцев. Из Поднебесной, в страну восходящего солнца, пришел буддизм и быстро стал второй официальной религией после синтаизма. Позже буддизм придется по сердцу первым самураям. Синтаизм крайне отрицательно относился к любому кровопролитию, что сильно мешало профессиональным военным. А вот китайское конфуцианство статуса государственной религии не достигло, как и в Китае. Японским императорам не очень-то понравилась мысль о смене правящей династии, если она утратит благословение богов. И здесь они зрели в корень. Китайские императорские династии периодически сменяли друг друга, а японская династия осталась несменяемой до наших дней. Перед вами на фотографии храм Кофу-Кудзи, был возведен в Киото и перенесен в столицу Нара в 710 году. Ямато-э в изобразительном искусстве X-XII веков самостоятельное, собственно, японское направление, противостоявшее Кара-э, что означает китайская живопись. Характеризуется воспроизведением сюжетов средневековых японских повестей, романов и дневников на свитках, выразительным сочетанием четких силуэтов и ярких цветовых пятен, вкраплением золотых и серебряных блесток. Японская живопись – один из старейших и наиболее изысканных видов изобразительного искусства Японии, охватывающий широкий спектр жанров и стилей. Как и история японского изобразительного искусства в целом, история японской живописи представляет собой долгий путь соперничества и переплетения исконных японских принципов и адаптации иностранных идей. Для мастеров Ямато-э характерны яркие силуэтные изображения, горизонтальные свитки, иллюстрирующие аристократические романы, повести, в которых живопись перемежается с каллиграфией. Композиции Ямато-э – преимущество исторически легендарной сцены из аристократической жизни, иллюстрации к притворным романам, писались тушью и красками, чаще всего на свитках, обычно составляя серии Макимоно. Свитки Ямато-э сочетают все живописи, каллиграфию, их отличают яркие, локально окрашенные силуэты изображения. Рассвет Ямато-э наступил в XII-XIV веках. Позднее многие характерные черты Ямато-э, орнаментальные формы облаков, приемы параллельной перспективы, вошли составными элементами произведения школ Кана и Уки-йо-э. Наиболее известные художники этой школы – Фудзивара Набудзаны, Фудзивара Токанобы, Фудзивара Токаеси. Соответственно, картины в китайском духе стали именоваться Кара-э. Кара-э считался официальным стилем, в нем расписывались парадные императорские залы и ширмы, а Ямато-э стал стилем неформальным, более чувственным. В этой манерии оформляли личные покои. В эпоху Хэй-Ан было принято расписывать легкие складные ширмы, заменявшие внутренние перегородки в помещениях. Наружную, смотрящую на гостя сторону ширм, расписывали в стиле Кара-э, а внутреннюю сторону, которой баловался хозяин дома, расписывали в стиле Ямато-э. Когда придворные эпохи Хэй-Ан обратили внимание на стихотворную форму танка, дословно короткая песня изначальной вид народной поэзии, они не только довели этот жанр до совершенства, но и создали гармоничный симбиоз между поэзией, живописи и каллиграфией. Каждое стихотворение записывалось на специально выбранной бумаге, тем или иным начертанием, которое бы лучше передавало чувство автор. А дополнял в танка небольшой рисунок в стиле Ямато-э. Порой отдельным иероглифом придавали форму птицы или цветка. Одно из образцов Ямато-э, сочетающий живописи и каллиграфию. На рисунке изображена легендарная поэтесса эпохи Хэй-Ан, Оно, Амати, смывающая свежую запись души из древнего спорника стихов. Сверху начертаны строки одного из ее пятистишей танков. О театре. Театр Но вырос из пантомимно-религиозной темы, которые в эпоху Хэй-Ан разыгрывали по большим праздникам буддийские священники. Во время Камакурского сегуната репертуар изменился. Пришедшим к власти самураям больше нравились исторические драмы про великих воинов. Официальное признание Но произошло уже в эпоху Мурамати в 1374 году, когда талантливый руководитель одной из театральных труп Каньями Кио Цугу дал представление при дворе сегуна Акисага Йосимитсу. Сегуну так понравился спектакль, что он принял труппу на службу. Так, Но получил статус аристократического театра. Перед вами на фотографиях актеру помогают одеть маску и наряд для выступления. Театр Но сохранился и до наших дней.